книга открытым оком том 3 тема политика вопрос 1156 московский патриарх алексей 2 во время официального визита в германии принес извинения за правительство сср что она установила после отечественной войны реакционный режим восточной части германии это привело всех восторг это покаяние за грехи чужие правильно ли он сделал отвечает игнатий тихонович лапкин читая речи господина ридигера скобках алексея 2 при советской власти сейчас слушай его выступления слова при канонизации царя канонизации который он сопротивлялся до последнего дня каждый должен прийти к тверду к твердому убеждению что он просто церковный функционер умеющий лавировать делать свою карьеру очень лукавый очень хитрый очень мстительный припомните его запрещение снятия сана с отца глеба якунина за разоблачение отцом глебом кгб ских кличек архиереев и священников сотрудничавших с людоедами коммунистами насильственный захват храмов зарубежной церкви в россии и за границей его поддержку экуменического движения его оправдание предательской политики митрополита сергия в скобках старгородского и защита сергянство его несодействие введению русского языка при богослужении не принятие никаких мер против нарушителей канонов исказителей таинств против творящих обливательное крещение он является хранителем обряда верия а должен всячески заботиться о благовестии о жертве христа и его воскресении и то что он не обличает безумие властей уничтожающих русский народ все это говорит что он популист и заботится о своем имидже только на сегодняшний день он очень боязливый и трусливый разве может он сделать так как сделал румынский патриарх принесший покаяние перед народом за сотрудничество с советской властью сегодня его покаяние в кавычках ничем ему не грозит он на тысячу раз просчитал последствия этого выступления и согласовал с органами власти согласно канонических норма вселенской церкви он должен быть немедленно запрещен в служении и как простой монах всю жизнь быть злотворы как монах и аков усабы освященного